Во всех учреждениях Ульяновской области введены карантинные мероприятия. Среди них и все многофункциональные центры. К примеру, все беременные сотрудницы уже переведены на дистанционную работу. Во всех подразделениях заведены журналы, где записываются данные об измерениях температуры у сотрудников. Замеры осуществляются перед началом рабочего дня. Помещение дополнительно проветривает, закупили дополнительные средства для обработки всех поверхностей. На днях должны поступить тепловизоры. А при входе всем посетителям предлагают обработать руки обеззараживающим средством. На сегодняшний день прорабатывается вопрос по обеспечению масками. Конечно же, в первую очередь масками будут обеспечены люди, которые к нам приходят в центр и которые болеют. Поэтому убедительная просьба, если вы к нам приходите, если мы предлагаем, конечно же, обработать руки и предлагаем воспользоваться масками, все-таки это делать. По словам начальника центра, подготовлен план дополнительных мероприятий, которые позволят более интенсивнее пользоваться услугами в электронном виде с помощью портала госуслуг, не выходя из дома. Благодаря перераспределению окон будут выведены дополнительные люди, которые будут сопровождать наших граждан в получении услуг в электронном виде по телефону. Поэтому можно будет задать вопрос любой. Кроме этого, на сайте МФЦ будет размещена дополнительная информация о том, как пользоваться порталом госуслуг. Дополнительно мы тоже сейчас разрабатываем и будет внедрено скайп-сообщение, то есть люди могут поговорить с нашими специалистами в будущем для получения услуг в электронном виде. Специалисты центра рекомендуют гражданам активнее пользоваться предварительной записью, как по телефону, так и в электронном виде, перед тем, как прийти в МФЦ. В ближайшее время запланировано встреча с представителями Роспотребнадзора для обсуждения дальнейших мероприятий по безопасности в МФЦ. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Новости Управда ТВ.